Да нет, конечно, потому что мы возьмем в качестве оператора А тождественные операторы. А, понял. Возьмем, положим А, это тождественная оператор А, и Х равняется Х. У такого оператора весь спектр состоит из одного числа, единичка. Поэтому, конечно же, про всю окружность здесь никакого разговора идти не может. Поэтому ответ нет, утверждение неверное, потому что есть оператор унитарный, у которого спектр не совпадает с окружностью. Вот и все. Хорошо, спасибо. Вот. Ну, других вопросов вроде не было. Принципиальных. Ну, готовьте вопросы к консультации. Вы лучше на консультации лектора потрясите. Поспрашивайте. Если какие-то заморочки в каком-то месте с формулировками, еще с чем-то. Ну, поспрашивайте. Ну, только как договаривались мы. Если у вас будут вопросы, напишите ему где-нибудь хотя бы часа за полтора до консультации, чтобы он мог посмотреть. Все равно с разбегу неудобно отвечать. Ну, что, готовьтесь, завтра встретимся. Спасибо. Ну, спасибо. Попробуйте. Попробуйте. Значит, система функций, полная астономированная система в L2 на минус Пи-Пи. Значит, этот факт мы знаем из рядов Фуриер. Да. То, что они ортогональны, мы проверяли. И то, что это полная система, мы тоже знаем. Но на самом деле вам доказывалось, что полная является трагонометрическая система из синусов и косинусов. Ну, вы знаете, что комплексный ряд и ряд по синусам к косинусам, ну, это эквивалентные вещи. Правильно? То есть, поэтому, для того, чтобы сказать, что эта система полная и ортонармированная, достаточно сказать, что, ну, вот, что это факт идет из рядов Фуриера. Ну, то, что ортонармированная проверить, тоже несложно. Ну, перемножить две экспоненты, сосчитать их, и получится очевидным образом ноль. Да, конечно же. А вот то, что она полная, это надо сослаться на то, что любую функцию из L2 можно разложить в ряд Фуриер по синусам и косинусам. Ну, следовательно, каждый синус-косинус мы можем записать через экспоненты. Ну, следовательно, можно разложить и через эти экспоненты. Ну, или просто сказать, что это мы учили в прошлом семестре в рядах Фуриер. А вот будет ли ряд сходиться, ну, это ровно то же самое в пространстве L2, как мы обсуждали. Для того, чтобы ряд сходился, если ряд сходится по модулю или по норме, то этот ряд сходится и сам по себе. Ну, если вы возьмете норму вот этого слагаемого E в степени E, N, T разделить на N, вы же возьмете норму в квадрате, правильно? Ну, перемножите, ну и все, и получите ряд из единицы на N в квадрате. А почему, простите, мы норму можем в квадрате взять? Ну, да. Нет, а почему, почему мы так можем сделать? То есть, если мы возьмем просто норму, ну, то как будто мы оценим ее просто, слагаем единицей на N. Где сходится ряд? Минус 5 до π. Где? В L2. А что значит ряд сходится в L2? Что в квадрат сходится в L2? Ну, конечно. Угу, правильно. Это же значит, в L2 же квадрат возводится. Понял. Благодарю. Это очевидно. Ну, там в квадрат возводится, но там надо умножить на сопряженное. Ну, это или в модуль в квадрате получается. То же самое. Ну, вот. Значит, мы всегда можем сказать, ну, вы можете написать корень. Из этой суммы бесконечной, да? И как вам надо сказать? Сходится в L2. Ну, значит, элементы, каждый элемент считаем по модулю в квадрате. Получаем единицы на n в квадрате. То есть мы норму... Сейчас. Модуль квадратов всего ряда оцениваем, ну, типа, меньше, либо равно сумма квадратов всех членов? Которые их... Ну, конечно. Ну, это же... Не, ну... Ну, да... Норма суммы. Норма суммы не превосходит сумму норм. Из нераза треугольника, да? Да, нераза треугольника. Поэтому, если мы возьмем вот эту норму, это будет меньше, чем сумма норм. А норма вот этого элемента в L2... Ну... А, в L2 на минус π, да? Ну, конечно же, вы запишите интеграл, правильно? Ну, давайте еще раз разберемся. С этим... В L2 π. Значит, должна быть сумма конечная. Значит, тогда получается сумма норма E в степени ИНТ делить на Н в L2. Значит, ну, а там извлекается корень потом, да? Да, если норма. Ну, да. Ну, давайте... Ну, значит, так... Ну, значит, не сразу... Значит, надо немножко по-другому посмотреть. Значит, надо взять остаток ряда. Ну, давайте мы возьмем вот так вот сумму от... Ну, какого-нибудь Н равного К до бесконечности. Е в степени ИНТ разделить на Н. Теперь, значит, мы хотим с вами понять, сходится ли... Стремится ли в L2... Ну, давайте сосчитаем тогда норму остатка в этом... в норме L2. Значит, это будет норма вот этого остатка СНО от Х в L2. Значит, это будет, соответственно, корень из интеграла от минус П до П от Е в степени ИНТ делить на Н... Ну, по модулю в квадрате и сумму, да? Значит, надо умножить на сопряженное. А, ну вот, значит, надо сумму Е в степени ИНТ надо умножить на сумму Е в степени минус ИНТ. Ну, тут МТ. Ну, то есть, надо... Как сосчитать квадрат вот от этой суммы? Надо взять сумму и умножить на сопряженное. Но в сопряженное, там впереди получится мин. Теперь мы их перемножаем. И успешно получаем корень интеграл от минус П до П. Значит, там, где разные номера будут, там у нас получится интеграл 0, а там, где будет одинаковое, там получится единица на Н. Ну, тогда, раз это будет единица на Н, единица на Н в квадрате, то мы ее можем вынести. Соответственно, значит, это получится единица на Н в квадрате, а интеграл это будет 2П. Ну, вот, поэтому для остатка ряда, норма остатка ряда, вот, то есть от Н до бесконечной рядасти, мы в результате с вами получим, что норма этого остатка – это корень из суммы единица на Н в квадрате, умноженных на 2П. Но, а Н меняется от К до бесконечности. Но поскольку ряд единицы на Н сходится, то когда К стремится к бесконечности, этот остаток стремится к нулю. Ну, значит, ряд сходится. То есть из-за того, что ряд квадрата сходится, то при... Ну, да, ну, если ряд сходится, то его остаток стремится к нулю. Это известно, правильно? Это необходимое условие сходимости ряда. Но обычно как проверяют сходимость ряда? Надо показать, либо что последовательные частичные суммы сходятся, либо надо показать, что остаток ряда стремится к нулю. Вот мы здесь оцениваем остаток ряда. Ну, давайте я еще раз медленно скажу дословно. А вы себе на бумажке пишите и, соответственно, посмотрите. Значит, записываем остаток. Остаток ряда. Ну, от Н равного К. Значит, это будет С от К. Этот остаток. Это сумма ряда от Н равного К до бесконечности Е в степени ИНХ разделить на Н. Вот такой остаток. Теперь давайте оценим этот остаток по норме Л2. Значит, для того, чтобы сосчитать остаток по норме Л2, норма СК в Л2, значит, это будет корень квадратный из скалярного квадрата, правильно? Значит, мы должны взять скалярное произведение С от К и умножить на С от К сопрореженное. Ну, тогда как это все запишется? Это будет корень квадратный интеграл от минус П до П. И первое. Сумма от Н равного К до бесконечности Е в степени ИНХ разделить на Н. И вторая сумма, которую мы будем перемножать, это будет сумма, но тут нехорошо ту же букву. Давайте возьмем от Н равного К до бесконечности Е в степени минус ИНХ разделить на Н. То есть, вот получился интеграл, который нам надо оценить. Но теперь, если мы перемножаем эти суммы, значит, в результате у нас будет получаться Е и НХ умножить на Е в степени минус ИНХ. Но мы знаем, что вот эти два функции ортогональны. Значит, если Н не совпадает С, то тогда интеграл будет ноль. Поэтому от произведения всех этих сумм у нас останется корень квадратный, интеграл от минус П до П, и сумма от Н равного К до бесконечности Е в степени ИНХ умножить на Е в степени минус ИНХ, ну а внизу будет Н в квадрате. ДХ. Ну, экспоненты перемножим. Мы получим, соответственно, единичку. Интеграл от константы даст 2П. Поэтому это получится корень из 2П, умноженное на сумму от Н равного К до бесконечности единицы на Н в квадрате. Вот мы получили оценку для нормы. Остатка в пространстве Л2. Ну вот ряд единицы на Н в квадрате он сходится. Его сумма известна П квадрат нашей. А необходимое условие сходимости ряда заключается в том, что у нас остаток должен стремиться к нулю. Значит, вот эта сумма от единицы на Н в квадрате от К до бесконечности. Если мы это К стремим к бесконечности, будет стремиться к нулю. Ну, следовательно, норма остатка стремится к нулю. Ну, это означает, что ряд сходится. Ну, это в общем матанализ. Тут функционального анализа только Л2 прописали. Понятно. Спасибо. Ну, то есть некоторые вычисления противные, но в принципе это чисто матанализ. Ладно. Что еще скажете? Учиться надо, учиться уже. Так, ладно, я к своей группе обращаюсь. Вы давайте завтра думайте, старайтесь. здесь. Ну, я, конечно, у Егора узнаю, что вы в конечном счете получили. Ну, можете поделиться своими впечатлениями от экзамена, у кого будет энтузиазм написать мне. Ну, давайте, счастливо, готовьтесь. До свидания. Будем надеяться. Всем удачи на завтра. Ну, вот с некоторыми я, видимо, завтра еще пообщаюсь вот из другой группы на экзамене. Своих-то я уж, наверное, не буду спрашивать, а вот с этими ребятами мы еще и пообщаемся. Может, они еще мне и расскажут мои решения задач. пообщаться.